Всем большой привет! Снимаю косметические весенние видео о моих новых любимчиках. Здесь будет всего лишь один новый ход для тела и также обзор косметики Джаз, потому что только в 2016 году я познакомилась впервые с этой косметикой, и мне есть что вам рассказать, какие-то бюджетные находки и также разочарования, и мне не терпится с вами поделиться, поэтому всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Приступим с моего ухода за кожей. Кур Алоэ, если я правильно произношу. Как обычно, натуральная косметика, как я ее люблю. Здесь три продукта. Скраб для тела Алоэ Вера, причем здесь 75% натурального Алоэ Вера. Вообще, эта косметика не тессируется на животных, не использует никаких парабенов, и, в общем-то, состав просто идеальный. В лосьоне Алоэ Вера тоже 70% чистого Алоэ Вера. В геле для душа вообще 95%. За счет своего такого мега натурального состава гель для душа, например, не пенится так, как мы привыкли с обычными гелями для душа, химического плана, или если там есть органика, но которая содержится на последнем плане и практически не ощущается. Здесь совсем наоборот. Вся фишка в том, что происходит деликатное очищение, плюс бережный уход за кожей очень хорошо подходит для склонной к сухости. У меня как раз такая кожа. И очень здорово, что буквально на следующий день, когда я принимаю душ, и я чувствую, что моя кожа даже на спине, она нежная-нежная, потому что на спину я обычно не наношу никакие лосьоны, и это точно происходит от геля для душа. Скраб для тела очень деликатный. Можно его использовать на все тело и даже лицо. Очень мелкие скрабирующие частички. Также подходят отлично для сухой кожи, склонной к различным даже экземкам. Когда мне нужно проскрабироваться так пожестче, я наношу этот скраб на жесткую перчаточку и прохожусь по всему телу для максимального эффекта. Лосьон мне очень понравился тем, что он быстро впитывается. Мне удобно пользоваться этой композицией после тренировки, когда мне нужно быстренько потом натянуть на себя одежду, чтобы у меня это все быстро впиталось, но тем не менее впиталось не так, что через 15 минут моя кожа такая же сухая. Она была увлажненная, пропитанная, и этим очень мне понравился этот лосьон, что действительно какой-то бережный уход. Тем более сейчас уже весна, скоро лето, и все-таки мысляными текстурами я не буду так часто пользоваться. Поэтому уже сейчас начинаю подготавливать свою кожу к более легким текстурам. Лично для меня еще продукция необычна тем, что заказывала я ее StaxFreeMir.ru. Это интернет-магазин скандинавских товаров, там финские, шведские, норвежские бренды. Они, как правило, отличаются высоким качеством, товар весь сертифицирован. Цены идут сразу от производителей, без каких-либо надбавок. Быстрая доставка в течение уже 7-10 дней с треком для отслеживания. До 31 марта идет бесплатная доставка. Кстати, я могу предоставить вам промокод ANAPKAMAKE на 10%. Если вдруг вас что-то заинтересует, может быть, даже не обязательно уход. Там очень много различных категорий и одежда. Мне, кстати, очень нравится финская одежда. За ее качество и долговечность. Потому что, когда мы были в Финляндии и делали там покупки, мы оставались очень-очень недовольны. А теперь давайте перейдем к косметике Just. У меня здесь есть полный набор для полноценного макияжа. Поэтому я практически попробовала все из разных категорий. И могу вам посоветовать минеральную пудру. У меня в цвете 21. Обалденная, девчонки. Она убирает жирный блеск. Она не сушит кожу. Подходит для всех типов кожи. Поэтому обратите внимание. Плюс еще очень большой объем. Мне понравилось. Ставлю, наверное, 4 с плюсом из 5 баллов. Также, что мне очень понравилось, это кисти. Они просто офигенные. Для бюджетного варианта просто 5 из 5 баллов. Мне понравились абсолютно все. За исключением, наверное, вот этой кисточки. Я просто ей особо не пользуюсь. Но для пудры, для тона, для коррекции можно наносить бронзер румяна. Просто отличная. Вот эта кисточка, она такая маленькая, удобная. Можно смахивать все, что у нас здесь остается. И для глаз все тоже очень удобные. Есть и растушевочная, и для мелкой проработки. В общем, присмотритесь, если вы ищете себе какие-либо кисти. Очень понравились. Тушь для ресниц сейчас она у меня на глазах. Две недели я к ней привыкала, потому что она не была такой насыщенной, не делала такие реснички объемными, как после пары недель. И потом я в нее практически влюбилась. Меня все очень устраивает. Она не осыпается, она хорошо держится практически целые сутки. В общем, тоже присмотритесь. Очень клевая. Тональная основа сейчас она у меня на лице с SPF 18. Довольно плотной консистенции, но тем не менее не лежит за маской. Матовое покрытие подходит для всех типов кожи. И если использовать вот с таким бьюти-блендером, получается совсем деликатное покрытие. Но я должна сказать, что мне вот эта штучка как-то не особо понравилась. Я вообще и оригиналами не пользовалась. У меня как-то изначально не было интереса. Я люблю наносить тон именно кистями. Но вот в этот раз я все-таки решила попробовать. Поняла, что это все-таки не мое. Кисти для меня the best. Консилер тоже очень хорошо подходит в зону под глазки. Можно использовать его и точечно. Было бы здорово, если бы еще здесь были светоотражающие частички. Для меня, потому что это более актуально для зоны под глаза. Но тем не менее, тоже как некий такой матовый вариант имеет место быть. Тени. Сейчас я на глаза использовала вот эту четверочку теней в цвете 19. Мне понравилось. Тени хорошо лежат, держатся, не осыпаются. Единственное, изначально неудобно, что рефилы сами по себе такие узенькие. А я уже привыкла использовать такие, знаете, широкие кисточки, чтобы сразу так большая площадь задействована была. Но тем не менее, по качеству у меня претензий абсолютно никаких нет. Как и вот с этим красивым цветом, 833 черный с блестками. Очень клево смотрится. Для смоки идеально подойдет. Тоже обратите внимание, если ищете какой-нибудь такой оттенок, чтобы он еще создавал такое мерцание. Это тоже классно. Что не могу сказать о вот этом белом оттенке в цвете 01. Вы знаете, он сразу такое ощущение дает, что либо не хватает пигментации ему, либо он слишком как-то спрессован, очень такой плотный и плохо отдает цвет. В общем-то, эти тени мне абсолютно не понравились. Ими, конечно, можно прокрасить века, но достаточно так проблематично получится. Очень красивые глиттеры смотрятся в баночке, в принципе, на глазах тоже. Если нанести, постараться очень правильно. Так, чтобы они не осыпались. И можно даже использовать какой-нибудь фиксирующий спрей, чтобы они лучше хорошо лежали на веке. Но цвет действительно красивый. Главное, нужно найти подход, чтобы правильно ими воспользоваться. Запеченные румяна у меня в цвете 104, такой свеженький розовый оттенок. Сейчас они у меня тоже на лице. Сейчас у меня вся косметика джаз на лице использована. Мне понравились. Дают такое деликатное сияние щечкам. Плюс можно делать более выразительные, более легкие варианты. Поэтому, да, ставлю 5 из 5. Блеск для губ нейтральный с персиковым отливом. Сейчас у меня на губах. И, кстати, когда вы его видели в предыдущем видео, вы меня спрашивали, а что же у меня такое? У меня 509 номер практически не липнет. Довольно неплохо держится, как, в принципе, и любой блеск. Поэтому, да, тоже понравился для ежедневного использования. Вообще здорово. Карандаш для глаз. У меня двойной черный и белый. Белая сторона не рисует на водной линии. Мне этим он не понравился. Но зато можно прорабатывать просто какие-нибудь детали. На веке. И черный карандаш классный. Я им часто сейчас подвожусь. Единственное, что мне не понравилось, это колпачки, которые абсолютно не держатся и как-то быстро и легко теряются. Последний это нейтральный карандаш для губ с розоватым потоном. Я тоже его использовала сегодня. Это номер 216. Хватит его надолго. На этом у меня все. Я надеюсь, вам понравились мои новинки, мои впечатления. Делитесь, чем вы пользовались из этого видео. И всем вам пока-пока. Весеннего настроения. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!